13 сентября 1938 года. Мир спасен. Европа спешит ликовать. Накануне вечером Гитлер подписал Мюнхенское соглашение. Казалось, что опасность войны миновала, но она лишь отодвинулась. Ультиматум Гитлера. Правда о Мюнхенском соглашении. Подписывая Мюнхенское соглашение как почтовую открытку, Гитлер старался выглядеть солидным государственным деятелем. Западные державы обеспечили ему мощный внешнеполитический успех всего за год до начала Второй мировой войны. В ночь с 29 на 30 сентября 1938 года Гитлер получил желаемое. А Англия, Италия и Франция передали ему Судетскую область. Ради мира они пожертвовали Чехословакии. Премьер-министр Великобритании вернулся домой героем. Войны не будет, заявил он, но вскоре этот триумф обернется трагедией. Ранним утром 30 сентября 1938 года Прага получила известие о подписании Мюнхенского соглашения. Но для жителей это не было триумфом. Политическая журналистка, знакомая с Францем Кавкой, написала через две недели после этого следующее. Все хвалят Чехословакию за ее жертву, принесенную ради сохранения мира. Это неправда. Мы жертв не приносили, ибо их приносят добровольно. Ситуация совсем иная. Нас принесли в жертву. Вскоре более ста тысяч человек бежали от нацистов из Судет. Это были социал-демократы, коммунисты и евреи. Они первыми поплатились за мир, которого не было. Затем придет очередь Лондона. Через 18 месяцев после триумфа на него посыплются немецкие бомбы. Летом 40-го года гитлеровцы маршировали по Парижу. Мюнхенское обещание мира оказалось фикцией. Гитлер уже не мог остановиться. С тех пор Мюнхенское соглашение стало символом несбывшихся надежд на мир. Какой урок следует извлечь? Этот вопрос актуален до сих пор. Тревожные сигналы были различимы уже тогда. В 1938 году Ирже Коста было 16. Ребенок из еврейской семьи почувствовал угрозу раньше остальных. Способный паренек верил, что сможет успешно сдать выпускные экзамены в немецкой средней школе летом 1938 года. В Праге семья Ирже чувствовала себя в безопасности. Они не ощущали себя изгоями, и события нацистской Германии еще не затрагивали их напрямую. Наша семья была очень политизированной, и такими же были парни 11-12 лет, с которыми я ходил в школу. Мы, конечно, знали о происходящем в Германии, но в начале 1933 года мне было всего 12 лет, и я не мог, конечно, предвидеть будущее. Но вскоре семья Коста ощутила серьезную опасность. Ирже и представить себе не мог чего-то подобного. Мы были большими оптимистами и не хотели даже верить во все это. В Праге проходили демонстрации против Гитлера, против фашизма. В Испании шла гражданская война, и немало молодых парней нашей страны в ней участвовали. Мы верили, что в Европе остановят фашизм. Надежда на это была, но мы уже чувствовали угрозу, хотя не хотели привыкать к этому чувству. Рассказы беженцев из Германии были пугающими. Впрочем, жители Праги рассчитывали на Запад и надеялись, что положение не такое уж плохое. Гитлер все еще говорил о мире, но готовился к войне. Мы приверженцы мира, но с одной важной оговоркой. Мы никому не делаем зла, но и себе навредить не позволим. В нацистской Германии уже стали появляться концентрационные лагеря, и все знали, как трудно живется там заключенным. Ян Кершу, историк. Преследование евреев британское правительство рассматривало как внутреннее дело Германии, не влияющее на принятие внешнеполитических решений. Да, конечно, определенные социальные слои Великобритании были встревожены репрессиями против немецких евреев, проводились какие-то акции, но все же этот фактор не рассматривался как ключевой при выстраивании внешней политики туманного Альбиона. В целом Гитлер нормальный политик, так хотелось думать Лондону. Там рассчитывали на мирный договор с ним, но военные приготовления были уже очевидны. Например, для 18-летнего Денниса Хилли, который в 1936 году путешествовал по Германии на велосипеде. Деннис Хилли родился в 1917 году, активный противник договора с Германией. В ходе того велопутешествия по Германии я сразу обратил внимание на то, что немцы были убеждены в неизбежности войны. И что особенно поразило меня, на въезде в каждый поселок стояли таблички «Люфтшутс тут нот». И потом я выяснил, что эта фраза призывала готовиться к авианалетам. Но я не понимал, с какой стати. В 1935 году Гитлер ввел всеобщую воинскую повинность, а в 1936-м захватил Рейнскую область. Перевооружение немецких войск шло рекордными темпами, а условия Версальского договора игнорировались. Реакция со стороны Министерства иностранных дел Великобритании была очень мягкой. Там признавали потенциальное право Германии на определенный уровень милитаризации, но в рамках договора с Британией. Поэтому в ноябре 1937 года Лондон отправил в Германию лорда Галифакса. Официально он прибыл на охотничью выставку на самом деле для встречи с Гитлером. Он должен был выяснить, готовы ли немцы к переговорам. Галифакс прямо заявил, что Британия не будет возражать против мирного присоединения Австрии и Судетской области к Германии. Но англичане не знали о том, что менее двух недель назад Гитлер приказал своим генералам готовиться к вторжению в Чехословакию и Австрию. Когда Гитлер уже планировал вторжение во Францию, Чимберлен в письме к своей сестре Хильде представил свое видение договора с Германией. Представьте нам убедительные гарантии того, что вы не будете применять силу в отношениях с Австрией и Чехословакией, а мы обещаем не мешать вам в осуществлении ваших планов. Чимберлен не понимал тогда, что планы Гитлера идут гораздо дальше захвата Австрии и Судетской области. В то время около трех миллионов немцев жили в приграничной области Чехословакии. Многонациональное государство было образовано после Первой мировой войны. В 1938 году эта зона была последним оплотом демократии в Центральной Европе. После того, как экономический кризис серьезно ударил по Судетской области, немецкие националисты обвинили в этом пражские власти. Партия судетских немцев требовала независимости. В 1935 году эта партия впервые одержала убедительную победу на парламентских выборах. Лидер партии Конрад Генлейн все больше проникался нацистскими идеями. Лоренц Кнор, глава Социального союза молодежи. У антифашистов был тот же лозунг, что и на президентских выборах 1925 года. Тот, кто голосует за Гитлера, голосует за войну. Мы в это верили. Мы все читали «Майн кампф», и мы знали эту книгу лучше, чем руководители нацистского государства. Юный Лоренц Кнор был членом Социал-демократической рабочей партии и к содержанию книги «Майн кампф» относился серьезно. Мы уже наизусть знали фразы о том, что немецкому народу нужно новое жизненное пространство, которое есть лишь на Востоке, и чтобы получить его, необходима, естественно, война. Книга «Майн кампф» содержала призывы к истреблению иудаизма и марксизма, но люди смотрели на это довольно спокойно. У социал-демократов еще была возможность открыто предупредить общество об опасности. Свобода прессы и собрания еще позволяли сделать это. Второй лозунг сегодняшнего собрания следующий – «Мы полностью отрицаем фашизм». И мы убеждены, что национальная свобода без свободы политической – пустой звук для рабочего класса». Но очень скоро нацистская власть положила конец этой свободе. Станислав Пашуста – активный противник договора с Германией. Гитлер организовал и вооружил сторонников Генлейна на территории Германии таким образом, что они начали активно вредить Чехословакии еще за два года до заключения Мюнхенского соглашения. «Они начали разлагать чехословацкие войска, ослаблять государство в целом. Они влияли на всех, от солдат до старших офицеров». Нацисты не раз устраивали провокации в приграничной зоне с Чехословакией. И национал-социалистическая пропаганда использовала их для раздувания конфликта. Иржи Коста выходец из еврейской семьи в Праге. В 1938 году мы получили огромный болезненный удар. Стало ясно, что в Судетской области события развиваются не так, как мы ожидали. Мы надеялись, что немецко-чехословацкие отношения как-то урегулируются после десятилетий трудностей, связанных еще с распадом Австро-Венгерской империи и образованием независимых республик. Мы, школьники, жили в атмосфере радужных ожиданий. В марте 1938 года Гитлер вступил в Вену. Он захватил Австрию, предъявив ультиматум австрийскому канцлеру Шушнигу. Судетские немцы тоже питали надежды в отношении Гитлера, но в то же время тысячи австрийцев бежали в Чехословакию от нацистского террора. Лондон был озабочен захватом Австрии. Но Британия критиковала беспардонность Гитлера, а не сам акт захвата. Ведь австрийцы встретили фюрера с воодушевлением. Австрийцы в тот момент радостно встречали гитлеровцев. И мы видели в выпусках теленовостей, как люди, стоящие вдоль дорог, аплодировали колоннам солдат, входящих в Вену. Я понимаю, конечно, что истинная поддержка была не столь бурной, как в новостях, но она была, и этот аншлюз я очень хорошо запомнил. Британский премьер Чемберлен узнал об аннексии Австрии в Лондоне во время беседы с Риббентропом, который выглядел удивленным. Чемберлен писал потом своей сестре Хильде. По иронии судьбы, в те 20 минут, что я беседовал с Риббентропом об улучшении взаимопонимания между нашими странами, мне вручили телеграммы об ультиматуме, полученном канцлером Шушнигом. «Общаясь с Риббентропом, я всегда испытываю чувство беспомощности. Он очень глуп и тщеславен и полностью лишен способности мыслить». Чемберлен не одобрил действия Гитлера, но предостерег парламентариев от поспешных решений. Даже в условиях большой опасности для Чехословакии он отказался гарантировать ей защиту. Это лишь ободрило Гитлера. Впрочем, и агрессию против самой Англии нельзя было исключать. Но не все политики повели себя так благодушно. Иным был Черчилль. Он призвал к объединению всех демократических сил. «Таймс» опубликовала выдержки из его речи в Палате общин. «Мы должны не только ясно выразить политику правительства, у нас не должно быть сомнений и колебаний, не должно быть полумер и отступлений. Нам нелегко будет решать проблемы, с которыми мы столкнулись уже год назад, но их необходимо решать». Апрель 1938 года французский премьер Эдуард Деладье прибыл в Лондон. У Франции был договор с Прагой о взаимопомощи и Деладье попросил Британию о противодействии Гитлеру. Но Чемберлен решительно отказал ему. Он считал, что Чехословакия должна пойти на уступки в отношении Судетской области. Жан Деладье сын Эдуара Деладье. Мой отец и сопровождающие его лица были просто в ярости от общения с англичанами. Складывалось впечатление, будто Британия умывает руки и даже если Германия нападет на Францию, не примет никаких мер коллективной обороны. Но в Праге все еще рассчитывали на поддержку западных держав и очень волновались по поводу подрывной гитлеровской агитации среди судетских немцев. Президент Чехословакии Эдуард Бенеш понимал, что если предоставить судетским немцам больше прав, то сыграет на руку нацистам. Захват Гитлером Австрии вызвал эйфорию в Судетской области и живущие там немцы объединились под лозунгом «Назад в империю». Конрад Генлейн не хотел действовать слишком явно. Он, лидер судетской немецкой партии на партийном съезде в Карлсбаде, призвал обеспечить равные права немецкому меньшинству с перспективой полной автономии области. Но в Карлсбаде судетские немцы потребовали также право открыто проповедовать идеологию существующего в Германии режима. Вид смета на историк. Для руководства Чехословакии были совершенно неприемлемы требования полной автономии судетской области и открытого проповедования идеологии нацистской Германии. Все это подорвало бы государственные основы демократической Чехословакии. Конрад Генлин получал инструкции непосредственно от Гитлера. Он неуклонно выполнял их. В этих инструкциях содержался призыв требовать как можно больше различных уступок от чехословацкого правительства. В мае 1938 года появились слухи о военной мобилизации в Германии. Вторжение немцев в Судетскую область казалось уже неизбежным. Чехи закрыли границу с Германией и готовились к худшему. Европа стояла на пороге войны. Чемберлен проводил уикенд на рыбалке. Он писал своей сестре Хильде. Германия ведет себя столь нагло, потому что чувствует свою силу и нашу слабость. эти чертовы немцы снова испортили мне выходные. Чемберлен отправил в Берлин посла Хендерсона, чтобы выразить обеспокоенность ситуации, но это не могло помешать Гитлеру. Британская разведка не подтверждала сведения о перемещении немецких войск, и их действительно не было. Пока. Гитлера привели в ярость мобилизационные меры в Чехословакии. Он потребовал от своих генералов подготовить план нападения на эту страну к 1 октября. В Судетской области почти половина населения были членами Судетской немецкой партии СНП. В случае оккупации Гитлером Чехословакии они не хотели оставаться в стороне. На местных выборах в мае 1938 года СНП активно работала с избирателями и получила в результате 75% голосов. Глава судетских немцев регулярно бывал в Лондоне и показывал себя умеренным представителем немецкого меньшинства Чехословакии. С ним всегда была некая брошюра на английском языке. Мы хотим жить свободными среди свободных людей. В этой книге он представлял своих соотечественников угнетенным меньшинством страдающим от притеснения чешского правительства. В Англии Генлейн находил активную поддержку и особенно со стороны консервативных политиков-соглашателей. Их встречи регулярно проходили в Клайвдене. Там нередко присутствовал премьер Чемберлин и его министр иностранных дел Галифакс. Владельцы поместья Лорд Астер супругой с удовольствием приглашали на обеды элиту политического мира. Так называемая Клайвденская клика заботилась о благополучии Британской империи. Немецкие нацисты воспринимались как защита от большевизма. Независимость Чехословакии поддерживали лишь отдельные представители консервативной прессы. С летом 1938 года некоторые британские газеты, например, Дели Экспресс и Дели Мэйл кажется, начали упрекать Чехословакию в излишнем упрямстве, в нежелании пойти на разумный компромисс. Они утверждали, что такое упрямство угрожает развязыванием новой мировой войны. Поэтому в Британии возникла некоторая неприязнь к Чехословакии, нежелающей пойти на уступки и отдать Германии свой немецкий анклав. Это действительно связывали с угрозой возникновения мировой конфронтации. Отдайте Гитлеру Судетскую область, и он оставит мир в покое, так считали представители элиты, собиравшиеся в Клайфдене. Среди них был редактор лондонской Таймс Джеффри Доусон. Уже в начале июня он опубликовал статью о необходимости передать Судеты немецкой империи. Чемберлен немедленно заявил, что британское правительство не поддерживает эту точку зрения, но в Берлине уже не сомневались в том, что Британия не помешает присоединению Судет. Эта статья в Таймс отражала взгляды многих политиков, но все же британское правительство летом 1938 года выражало свою точку зрения весьма уклончиво. С одной стороны заявлялось, что передача Судет нацистской Германии выведет Чехословакию из трудного положения и разрешит наконец острый политический кризис. Но с другой стороны Германии давали понять, что в случае возникновения войны с Францией Британия может и поддержать Францию. То есть послание было неоднозначным. В то время как британское правительство являло непосредственность своей позиции, некоторые английские политики открыто восторгались немецким диктатором. В 1936 году лорд Лондон Дерри вместе с Гитлером и Риббентропом обсуждали проект договора между Англией и нацистской Германией. За кулисами почти всех международных конфликтов стоят евреи, писал он в своей книге, изданной в 1938 году. Лето 1938 года. Напряжение в Европе ослабевает. Она старается побороть в себе страх перед новой войной. В Праге людям было трудно избавиться от чувства тревоги. Они все еще верили, что правительству удастся мирно решить проблему судетской области. И они надеялись, что Запад не бросит их в беде. Для многих детей это беззаботное лето станет последним перед долгим и мрачным военным временем. Своё последнее спокойное лето Иржи Коста провёл в летнем детском лагере. В конце августа я вернулся в Прагу, чтобы продолжить учёбу в школе, и вдруг пошёл слух о неких переговорах. Чемберлен якобы поручил лорду Рансиману обеспечить политическую уступку Гитлеру. Это был неожиданный и сильный удар для нас. Британский лорд Рансиман прибыл в Чехословакию в начале августа 1938 года, чтобы посредничать в переговорах официальной власти Праги с судетскими немцами. Несмотря на то, что президент Бенниш пошёл на серьёзные уступки, переговоры зашли в тупик. Генлейн был бескомпромиссен и поэтому британский посредник решил встретиться и с другими представителями судетской области. Потом ему пришлось встретиться с Ягшем, председателем судета немецкой рабочей партии. С ним англичанин вёл себя высокомерно и разговаривал совсем не так, как с Генлейном. В общем, можно прямо сказать, что Рансиман отнюдь не придерживался рамок некой непредвзятости. Британский лорд знал, что Генлейн не был заинтересован в заключении договора с Прагой, но в своём отчёте выразил солидарность с судетскими немцами. Я весьма сочувствую им. Трудно жить под властью другой нации, говорил он. Рансиман рекомендовал своему правительству способствовать передаче судет Германии. Получив от Гитлера новые инструкции, 4 сентября 1938 года Генлейн окончательно отказался от предложенной Прагой автономии. Гитлер хотел войны и стремился к конфронтации. Если эти беспомощные и подавленные люди не способны защитить свои права, то это не должно волновать западные державы. Однако для Германии этот район имеет особое значение, и мы будем драться за него. Подобные речи вызывали ликование в судетах, а в Британии рос страх перед немецкими авианалетами. Вышедший в 1936 году фильм «Облик грядущего» дал представление о том, что может ждать Британию. Союзники доминировали на море и были сильны на суше. Но Британия боялась немецкой пропаганды. Чимберлен чувствовал, что скоро начнутся авианалеты на Британию и предложил Гитлеру встретиться, обсудить ситуацию. Я всегда стремился к сохранению прочного мира, и готовность фюрера поддержать мое предложение вселяет в меня надежду на то, что мой визит в Германию не окажется бесполезным. 15 сентября 38-го года Чимберлен вылетел в Германию. Британское правительство не проинформировало чехов о своих планах. Инициативы Чимберлена очень удивили Бенеша. В его руки попали перехваченные копии протоколов, высланные немцами-британцем. Чимберлен посетил немецкого диктатора в резиденции Бергхоф. Гитлер говорил о 300 судетских немцах, ставших жертвами беспорядков Чехословакии. Он не уточнил правда, что из 27 убитых 16 были чехами. Гитлер упомянул о возможной мобилизации с их стороны, если не все районы с немецким большинством будут включены в состав Германии. Чимберлен верил в мирный договор с Гитлером. Вот что он писал своей сестре. Такого человека трудно различить в толпе и можно принять за художника, которым он когда-то был. Я ожидал увидеть перед собой правителя жесткого, сурового, но увидел человека, который готов сдержать данное им слово. Премьер-министр Франции Деладье прибыл в Лондон. Он не верил обещаниям Гитлера, но без поддержки Британии не хотел рисковать и развязывать войну. Чехословакия должна пойти на уступки. По пражскому радио прозвучали такие слова. К сожалению, в это тревожное для нашей страны время. Друзья советуют нам купить мир, заплатив за него потрясениями и жертвами. Кризис, разразившийся в Европе, не позволяет им оказать нашей стране существенную помощь. Мы не прекратили выходить на демонстрации, но теперь наши основные претензии были направлены не против Гитлера и Муссолини, как раньше, а против представителей Англии и Франции. Демонстранты обвиняли их в предательстве. Среди этих демонстрантов был и Иржи Коста. Люди подходили со всех сторон и спрашивали, что нового? Гитлер и Чемберлен уже заключили сделку о нас? Никто толком не понимал, что происходит, а люди шумели. Помню, как чехи кричали, мы уже заплатили за оружие, верните его нам. А потом послышались призывы идти ко дворцу. И мы все пошли туда, огромная толпа народа. Все были очень возбуждены, скандировали что-то. Мы пришли сюда, к этому балкону и стали ждать, когда к нам кто-то выйдет. Ждали мы долго, но потом все же вышел генерал и попытался нас успокоить. Он сказал, что войска будут отстаивать нашу страну, что завтра будет огромная демонстрация и что вообще начнется мощное движение сопротивления против незаконных законного захвата нашей территории другим государством. Прага не могла поверить, что Запад пойдет на сговор с Гитлером. Но именно с этой горькой правдой пришлось смириться чешскому правительству. Без военной поддержки извне чехам оставалось только сдаться. 23 сентября Чемберлин отправился в Бат-Годесберг, чтобы информировать Гитлера о том, что чехи готовы уступить Судетскую область. Но, ко всеобщему удивлению, Гитлер выдвинул ультиматум. Вместо процедуры передачи области под международным контролем он потребовал освободить ее до первого октября. Чемберлин понял, что войны уже не миновать. Чехи, французы и англичане начали готовиться к войне. Пражская журналистка Милена Есенска писала в те дни. Город сильно изменился. Барки опустили, окна заклеивают черной бумагой, солдат размещают в зданиях школ. По ночам кажется, что в город пришел апокалипсис. Людей охватил единый боевой порыв. Все были готовы драться до победного конца. И никто не задавал вопросов, типа, поддержат ли нас могучие союзники, или или нас оставят одних на съедение фашистской Германии. Жители Праги выказали высокий боевой дух, а вот Париж охватила паника из-за обещания правительства Франции поддержать Чехословакию. Жерар Жак член Социалистической партии Франции. Люди предполагали, что немецкая армия навалится на нас, что немцы начнут бомбить с самолетов Париж. Страх охватил жителей столицы, и многие решили покинуть Париж и перебраться куда-нибудь в провинцию. Через 20 лет после Первой мировой войны Лондон начал готовиться к новой войне, что было нелепо, по мнению Чемберлена. Какая нелепость, что мы должны рыть траншеи и примерять противогазы лишь потому, что возник конфликт у других народов, о которых мы ничего не знаем. Помню, я ехал на машине по Йоркширу, когда услышал новости по радио. Я был в ярости. Деннис Хилли был настроен против заигрывания с Гитлером. Лишь 10% британцев желали мира любой ценой, а 40% были настроены против политики Чемберлена. Я понял, что дело идет ко Второй мировой войне, и если уж нам нужно объединиться, чтобы разгромить Гитлера, думал я, то так и следует сделать. Противники соглашательства, особенно Уинстон Черчилль, призывали остановить Гитлера любыми, в том числе военными средствами. Сидя в своем поместье, Черчилль вырабатывал тактику текущего момента. Самый надежный способ гарантировать мир организовать быстрые и решительные действия по противостоянию не только военной, но и моральной агрессии немцев, и участвовать в этом должны все государства. Капитуляция или война, таков был ультиматум Гитлера, или Бенеш передает судеты, или Германия атакует. Я хочу, чтобы весь мир знал, что в этот раз Германия будет вести себя совсем не так, как в 18-м году. Мы готовы к решительным действиям, и пусть мистер Бенеш делает выбор. Но не все немцы были согласны сражаться под знаменами Гитлера. В Берлине готовился Путч. Не все военные желали воевать. Они считали, что немецкой армии не хватит сил, чтобы противостоять Британии, Франции и Советскому Союзу. Заговор против Гитлера возглавили генерал Бек и юрист Ханс фон Дананье. Работая советником в Имперском Министерстве Внутренних Дел, он возлагал надежды на внезапный переворот. С самого начала правления Гитлера мой отец собирал свидетельства о преступлениях его режима. Клаус фон Дананье, сын оппозиционера Ханса фон Дананье, о нарушениях Конституции и так далее. Если бы антинацистский путь удался, то Гитлера можно было бы судить благодаря этим документам. Они давали право на совершение такого переворота. Лондон был проинформирован о готовящемся путче, но не оказал поддержки. В Лондоне решили, что немцы сами должны разбираться со своими лидерами, а Британии и Франции незачем помогать им в решении военных вопросов. Это был некий канонический подход, такая страусинная политика. Чего хотят немцы от нас? Пусть сначала сами решат, какой лидер им нужен, а потом уже просят помощи извне. В посольстве Чехословакии в Лондоне еще не знали ждать ли помощи от Британии. Чемберлин готов был согласиться с уступкой Гитлеру, но чешский посол Ян Масарук, как патриот своей страны, придерживался другого мнения. Эти негодяи покусились на знамя свободы, на знамя Божье. Мы готовы сражаться, если понадобится. В Германии читали перехваченные разведкой данные о том, как яростно Масарук объясняет Британии, что значит ультиматум Гитлера. Это значит, что вся страна немедленно окажется в руках Гитлера. Чемберлин и его министры знали об этом. Британский премьер писал немецкому диктатору. Я не верю, что вы рискнете развязывания мировой войны, способной погубить всю цивилизацию, не подождав нескольких дней для урегулирования вопроса. Получив ответ Гитлера, Чемберлин выступил с эмоциональной речью в палате общим. Гитлер согласился на встречу в Мюнхене. Британский парламент ликовал. Жерар Жаке, член социалистической партии Франции. У моих родителей была маленькая дочь, моя сестра, которую они хотели уберечь от возможных ударов бомб по Парижу, и они решили перевезти ее в провинцию, в городок Карус, где жила моя бабушка. В том городе родилась моя мать, и там у нас было много друзей. И вот однажды утром мы отправились в Карус. По дороге остановились перекусить, и вдруг слышим, как по радио сообщают о предстоящей мирной конференции в Мюнхене. Мой отец сразу сказал, больше нет смысла уезжать в Карус, возвращаемся в Париж. И в результате мы вернулись в Париж вечером того же дня. Утром 29 сентября 1938 года Чимберлин вылетел в Мюнхен. Мир в Европе, вот моя цель. И я очень надеюсь, что эта встреча обеспечит нам общий мир. Гитлер мог получить Судетскую область легко, застал он переговоров, но ему хотелось захватить ее силы и чувствовать себя героем. Это понимали дипломаты в Министерстве иностранных дел Германии. Они опасались, что Германии не хватит сил выиграть войну. Статс-секретарь Министерства иностранных дел Эрнст фон Вайтзекер был того же мнения. На повестке дня стоял вопрос о решении судетской проблемы. Рихард фон Вайтзекер, сын статс-секретаря Министерства иностранных дел и предотвращение возможности развязывания войны. И эту задачу немецким дипломатам предстояло решить совместно с посланниками других западных государств в ходе таких, знаете, как бы конспиративных переговоров. Эрнст фон Вайтзекер договорился с послами Британии, Франции и Италии о том, что посредничать на переговорах будет Муссолини. Муссолини, большой друг Гитлера, должен был выдвинуть в Мюнхене некое предложение по урегулированию судетской проблемы. Участники конференции должны были рассмотреть его и прийти к какому-либо заключению. Так называемая мирная конференция началась в Мюнхене 29 сентября 1938 года. Участие чешской делегации в переговорах не планировалось. Не было там и представителей СССР. Одновременно с участниками конференции прибыла и небольшая делегация от Чехословакии, встреченная в аэропорту Гестапо. Этих людей не пустили на конференцию и они ожидали ее результатов в отеле. Судьба Чехословакии была окончательно решена в кабинете Гитлера. Кроме Муссолини и Гитлера там присутствовали французский премьер Эдуард Ладье и британский премьер Невил Чемберлин. Можно прямо сказать, что результаты этой конференции были известны еще до ее начала. Чехословакия должна была уступить судеты. Переговоры шли всю ночь, но обсуждались лишь детали процедуры. По мюнхенскому соглашению от 29 сентября судетская область была присоединена к родным германским землям. и на условиях, выдвинутых Гитлером. 1 октября немецкие войска уже могли вступать в судеты. Заботясь о своей репутации, западные державы добились гарантии невмешательства для остальной части Чехословакии, хотя эти гарантии не стоили бумаги, на которой провозглашались. Мюнхенская конференция завершилась, все разъехались. Мой отец вернулся, чтобы взять забытую вещь и с удивлением увидел, как мистер Чемберлен один выходит из кабинета Гитлера. Судя по всему, он решил лично переговорить с Гитлером после конференции, без де ладье и абсолютно секретно. Чемберлен договорился о новой встрече на следующее утро в квартире, где жил Гитлер. Вернувшись, он заявил, что подписал так называемую декларацию о взаимном ненападении. Вот на этой бумаге стоит его имя и мое имя. Мы рассматриваем подписанный прошлой ночью документ и англо-немецкое соглашение по военному флоту как символ стремления наших народов никогда больше не воевать друг с другом. Эдуард де ладье не был столь оптимистичен. Он знал, что Британия и Франция предали Чехословакию, но угрозу войны так и не устранили. Когда его самолет сел в Париже, он открыл дверь, увидел огромную толпу возбужденных людей и сказал своему советнику, эти люди пришли линчевать меня, потому что я подписал Мюнхенское соглашение. Точно говорю, они хотят меня линчевать. И тут вдруг он услышал крики «Браво!» и аплодисменты. Он был сильно удивлен и сказал так тихо, что только стоявшие рядом услышали «Вот дураки!» Своему сыну Жану, разочарованному отменой войны, Деладье сказал «Скоро ты получишь свою войну!» В сентябре 1939 года Гитлер атаковал Польшу. Мир, завоеванный столь дорогой ценой, в 1938 году не продержался и года. Это была катастрофа. До определенного момента еще существовала возможность избавиться от Гитлера без войны, но политика уступок и соглашательства так или иначе лишила нас этой возможности. После этого все как-то пали духом, что ли, и уже никто не планировал никаких действий против Гитлера. Ханса фон Дананьи арестовали в апреле 1943 года и отправили в концлагерь Заксенхаузен. за четыре недели до конца войны его расстреляли. Утром 30 сентября стали известны результаты Мюнхенской конференции по Чехословакии. Люди не могли поверить в то, что это правда. Мы поняли, что нас предали страны, считавшиеся образцом демократии в мире. Старая добрая Англия со своей парламентской демократией Франция носительница социалистических левых идей, но не имеющая к коммунизму никакого отношения. Как все это стало возможно? Мы чувствовали себя преданными, мы были в шоке. Генерал Сирови заявил по чешскому радио следующее. Мы хотели бороться за мир, но нам не дали возможности сделать это. Ведущие державы бросили нас на произвол судьбы. Мы остались одни. Не прошло и шести месяцев, как немцы вошли в Прагу. Западные державы были шокированы, но взирали безучастно. Начался нацистский террор. Пражская журналистка Милена Ессенска писала в марте 1939 года. Как всегда, в моменты больших испытаний чехи ведут себя образцово. Как всегда, рабочие и служащие спешат на работу, а трамваи переполнены. Но только люди стали другими. Они часто молчат. Я никогда еще не видела столько молчаливых людей. Милена Ессенска присоединилась к оппозиции и погибла в 1944 году в концлагере Равенсбрюк. Станислав Пашусто тоже вступил в борьбу. Его арестовали и отправили в концлагерь Маутхаузен. После оккупации Судетской области Лоренц Кнор попал в тюрьму, а затем вступил в немецкую армию, где организовал саботажи. Конрад Генлейн покончил с собой в американском плену 10 мая 1945 года. Денис Хилли воевал против гитлеровской армии до 1945 года. Жерар-Жакки вступил в оппозицию после оккупации Франции. Жан Деладье стал солдатом в 18 лет, как и Рихард фон Вайтзекер. В 1949 году его отца Эрнста обвинили в военных преступлениях. Рихард стал юристом и защищал отца в суде. Став позже политиком, он с горечью отозвался о последствиях Мюнхенского соглашения. Урок этого соглашения в том, что нельзя вступать в переговоры с диктаторами. Это закон международной политики. Это железное правило и всегдашняя необходимость. Нет, я не призываю односторонне судить о тех, кто участвовал в Мюнхенском соглашении. Но нам нужно всегда четко представлять себе неизбежные последствия подобных соглашений. Семья Иржи Кост зря надеялась на то, что западные демократии будут противостоять Гитлеру. Когда страны Запада опомнились, наконец, они уже не могли остановить геноцид. Иржи Коста единственный выживший в своей семье. В 1941 году его отправили в концлагерь Терезинштадт. А в 1944-м переправили в Освенцим. Ультиматум Гитлера. Правда о Мюнхенском соглашении. Режиссер Кристин Руттон. Операторы Гюнтер Миллиус, Том Джефферс. Фильм, переведенный и озвучен на производственной базе ТПО Ред Медиа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова